Книга Левит, 23 глава. Мы прочитаем с 39 стиха. А в 15 день, 7 месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь перед Господом, Богом вашим, семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. Тема моей сегодня проповеди – праздник кущий. Мы говорили на утреннем служении о том, что вот прямо сейчас, в это время, идет период празднования этого события. Он начался 16 октября и закончится 23 октября. Первый день торжественного служения и восьмой день торжественного служения. И этот праздник, знаете, он всегда совпадал со временем собирания урожая, последних плодов. И, как правило, в основном в это время собирали виноград. Этот праздник, он также символизирует собой заботу Бога о своем народе. Вообще, если мы посмотрим, то основные библейские праздники, они были приурочены к кульминационным событиям земледельческого сезона. То есть, если праздник Пасха – это праздник собирания, там, пшеницу, ячмень собирали, Пятидесятница – это сбор пшеницы, то праздник кущей или палаток, или шатров – это праздник собирания последних плодов. И это единственный праздник, еще было два праздника, это праздник труб и очищение. Мы выделим три основных праздника – Пасха, Троица по-нашему или Пятидесятница, и вот праздник кущей. Это единственный праздник в Священном Писании, где Господь говорит своему народу – веселитесь, радуйтесь, ликуйте, будьте веселыми, торжествуйте, потому что это особенный радостный день. И Писание говорит, пусть украшением на этом празднике у вас будут различные ветви. И вот мы прочитали о том, что здесь ветви верб, широколиственных деревьев, пальмовые ветви и так далее. Но если посмотреть книгу пророка Неемии, восьмую главу, когда на плечи этого человека пала большая ответственность вообще по восстановлению, они вместе с Ездрой восстанавливали все, начиная от города Иерусалима и заканчивая вообще всем богослужением, всей практикой духовной, то, что было утеряно за десятки лет. И вот Неемия говорит о том, что празднуйте этот день, используя ветви маслины дикой и маслины садовой. Вообще в Священном Писании маслина символизирует общину. Маслина садовая – это еврейский народ. Маслина дикая – это все остальное сообщество, остальная община – это представители языческих народов. Но духовно мы уже не язычники, мы народ Божий, искупленный кровью Иисуса Христа. Это важно помнить. «Ты не язычник, ты Божий человек, сын и дочь Божья». И вот, знаете, наступит время, когда эти ветви маслины дикой и маслины садовой, они будут соединены не просто духовно, но вместе. Это произойдет во времена тысячелетнего царства. когда все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение, и Господь будет царствовать над всеми народами земли. Это будет замечательное время. Господь отчасти покажет, как могли бы жить люди, доверяя и слушая Господа. Господь покажет, насколько трагичной была вот эта история, когда человечество ослушалось Господа, когда человечество пошло путем греха и неповиновения Богу. И вот, израильский народ, когда Господь обратился к ним через раба своего Моисея и сказал, наступил час вам оставить эту землю. И они начали собираться, чтобы выходить. Знаете, как евреи называют Египет? Они говорят, это Митраем. Что значит стеснение, угнетение. Сотни лет они находились под прессом, под давлением, без прав, без возможности свободно служить своему Богу, нормально растить и воспитывать своих детей. Они были в страхе. И этот страх преследовал их еще на протяжении не одного года. И вот народ Божий, он вышел из этого Митраема, из этого царства рабства и беззакония. И они начали совершать свой исход. И подобно как они были рабами в Египте, так и мы некогда, когда не знали Господа. И услышав зов Божий, мы вышли из этого мира. Знаете, этот мир, он является враждебной средой для нас верующих. Мы никогда не будем вместе. Про мир нечестивый, он всегда будет стараться уничтожить мир праведный. Люди во все времена будут пытаться преодолеть проклятие, которое изрек Господь. Люди бросали и будут бросать вызов Богу. Стараясь преодолеть все то, что Бог им сказал. Вспомним Каина, вспомним Немрода. Человечество хочет преодолеть возмездие Божье. И Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. То есть фактически зло меньшее стало наказываться злом большим. Грех привел к смерти. И люди все делали для того, чтобы преодолеть проклятие смерти, проклятие возмездия и наказания. И вот израильский народ, пребывая в стесненных обстоятельствах, они послушали Моисея, и они пошли. Сорок лет их путешествия по пустыне, скитание. И первое место, где они остановились и разбили свои палатки, поставили свои шалаши, оно называлось Сокхов. Или на иврите Суккот. И поэтому праздник кущей еще называют Суккот. И дальше, когда они шли, последней стоянкой, уже перед тем, как они должны вступить в права в наследование, обитованной землей, называлось Галгал. Это особое место. Это особое место, вообще, оно переводится, знаете, как дословно круг, как Галгал, круг камней. Я бы так сказал, откровение в откровении. То откровение, которое проистекает из Божьего откровения. Я говорил о том, что что мы держим в руках? Библия. Это величайшее откровение вообще в истории. Бог говорит нам через Библию. Но когда мы читаем Библию, когда мы внимательно вникаем в Священное Писание, то из этого божественного откровения что-то по-особенному открывается нам. Откровение в откровении. Я говорил сегодня утром о видении пророка из Акииля, когда он стоял в духе, в первой главе написано, и увидел, как двигались эти ангельские существа, эти существа, и написано, круг колесо в колесе. Я пытался представить, как это вообще можно изобразить. Колесо в колесе. Откровение в откровении, которое символизирует собой, что Бог, Его присутствие, оно всеобъемлющее. Он здесь? Он в наших домах? Он там, где ты? Мы должны помнить. Там, где ступает наша нога, ступает нога Иисуса Христа. Потому что ты и я, мы представляем Господа. Бог вездесущ. И Его присутствие все поглощающее. И написано, в этих колесах были глаза. Несколько глаз. Это символизирует собой ведение Бога, что Бог знает все. И от Него не может скрыться никто. Он знает, кто мы. Он знает, почему мы здесь. Он знает, насколько наше сердце предано Ему. Он знает, как мы трудимся. И что мы делаем. Он знает, о чем мы думаем, когда мы просыпаемся и когда мы ложимся. Он знает о нас все. Поэтому Он говорит, я знаю дела твои и труд твой. Я знаю тебя. И от Него не может сокрыться никто. Никакая плоть. И знаете, когда евреи пришли в Галгал, в место, где Бог говорил, Он начал говорить к Иисусу на вину. И Он сказал, Иисус, перед вами, открываются великие возможности. Это земля, которую ты видишь. Она ваша. Но прежде чем вы овладеете этой землей, ты должен совершить что-то очень важное. Ты должен обрезать весь мужеский пол. Все мужчины должны быть обрезаны. Казалось бы. Послушайте, братья и сестры, ну, какую вообще роль играет это действие, это событие вообще в вопросе завоевания земель? Ведь если разобраться, после этого мужчины, они ослаблены. И Библия говорит, что когда это произошло, то Бог послал страх в окружающие народы, чтобы они не смогли атаковать Израиль, когда он был особенно уязвим. И окрестные народы настолько боялись Израиль, что они не могли воспользоваться этой возможностью. И там написано, что Господь говорит, я хочу снять с вас посрамление египетское. Почему посрамление египетское? Вообще, элита египтян, жрецы Бога Ра, особенно Бога Солнца, знать, двор фараона, они были обрезаны. И они презирали необрезанных. Египтяне не обрезались, элита – да. И вот когда Господь говорит, что это место будет называться Галгал, то есть как бы здесь спадет, скатится, как бы свалится вот этот ваш позор, вот эти насмешки, что вы 40 лет ходите, вы умираете от змей и так далее, вы какие-то неполноценные. Господь говорит, я снимаю посрамление египетское. И вы войдете другими людьми. Это будет другой род. Это будут другие люди. Знаете, братья и сестры, для Бога не так важны, наш опыт. Опыт может быть, его может быть достаточно, недостаточно. Но мы знаем из Священного Писания, что если человек искренне в отношениях с Богом, Бог проведет его, даже если у него недостаточно опыта. Для Бога не так важны наши достижения, для Бога не так важны наши поражения, потому что пред Господом стоит человек Божий. Или падает, Бог поднимет его. Для Господа даже не так важно, признают нас люди или не признают. Но что для него важно, это то, состоим ли мы с ним в завете. Это первое. И второе, есть ли на нас знак завета. Вот почему Бог сказал Иисусу Навину, сделай это, на людях должен быть знак. Тогда это было обрезание. Сегодня мы знаем, что этим знаком является печать крови Агонца Божьего Иисуса Христа. Как когда-то египтяне насмехались над евреями, но Господь говорит, снято с вас посрамление. Дьявол сегодня, знаете, он больше не может насмехаться над тобой и надо мной, как над заблудшими. Как над теми, кто не знает Бога, потому что на нас знак завета. На нас печать Божья. Мы дети Господа. Вот. И сегодня очень часто можно услышать о том, что победа одержана на Голгофе. Аминь? Все с этим согласны. Но два момента. Эта победа, она одержана кем? Иисусом Христом. А где же мы? А вот второй момент. Эта победа, она должна быть подкрепляема каждым последующим поколением церкви. Подтверждать эту победу Иисуса Христа. На Голгофе могут только те люди, которые в завете с ним. На которых печать Божья. И праздник Кущи, он также символизирует искупление нашего тела. Во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, с первого по второй стих, мы читаем такой текст священный, да? Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. О чем здесь говорит апостол? Он говорит, вы знаете, вечное, хотя оно и невидимо, оно гораздо лучше всего самого хорошего, видимого на этой земле. Вечное, оно всегда, вечное с Богом, оно всегда лучше, чем самое хорошее, видимое на этой земле. И мы воздыхаем. Почему мы вздыхаем? То есть, напряженно ожидаем чего-то. Господи, когда? Гряди, Господи. Я уже устал. Господи, я устал. Дай мне силы. Скорбит сердце мое. Плачет душа моя. По Богу моему. А сквозь слезы сердце лучше видит Бога. И вот, вот это, знаете, напряженное ожидание, Павел говорит, вздыхаем, да? Почему? Потому что мы ощущаем себя в таком состоянии, что мы еще не дома. Мы пока не дома. Мы еще не от чужбини. Мы еще в пути. И мы не можем успокоиться, пока не дойдем до цели, до небесного ханаана. И поэтому, Павел говорит, мы вздыхаем. То есть, мы не чувствуем себя в безопасности в окружающем нас мире. Сегодня одна ситуация. Через какое-то время может все поменяться. Сегодня я могу заснуть в одних обстоятельствах, в одной стране, а завтра проснуться совершенно в других обстоятельствах. И мы это чувствуем. Что мы не дома, да? Вот. Ибо каждого из нас Господь сотворил для чего? Чтобы мы жили вечно в Его присутствии, да? Вечно сущего Творца. И поэтому, по словам апостола, настанет такой момент долгожданный, да? Когда мы обретем прославленные тела, подобные телу Иисуса Христа, и унаследуем обетованную землю. Праздник Кущий также пророчески говорит нам о небесном ханаане. А прообразом небесного ханаана как раз и является что? Тысячелетнее царство. То есть, тысячелетнее царство, оно будет прообразом небесного царства, когда мы достигнем конечной цели. И этот праздник, праздник Кущий, он символизирует восстановление человека по изначальному замыслу Творца. Ведь Господь, когда творил тебя, вообще человечество, Он хотел, чтобы люди жили, чтобы они радовались, общались с Творцом. Но человек бросил вызов Богу. И сам себя подверг стольким наказаниям и проблемам. Но Господь начал восстановление. Потому что первое пришествие Иисуса Христа, оно запускает процесс восстановления. А второе его пришествие завершит его. В полноте дух, душа и тело будут искуплены, как говорит Священное Писание. Это восстановление началось, как писал пророк Исаия с того момента, как был помазан Иисус Христос Духом Святым. Тут принцип такой. На ком дух, на том и сила. И Он помазан был Духом Святым. И Он пошел, изгоняя демонов, исцеляя больных, исцеляя прокаженных, освобождая держимых. Он творил дела несравнимые ни с чем. И люди толпами шли за Ним. И вот однажды Он приходит в свой родной город, заходит в синагогу, берет свиток, открывает его и начинает читать из 61 главы пророка Исаии. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. И далее, и далее Он говорит, и проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыл. Я сегодня утром говорю, вот такой вопрос. А дальше Он почему не прочитал? А там дальше написано, что и наступит, да, начало чего, и наступит день мщения Бога нашего. А если бы Он прочитал до конца, что бы произошло в этот момент? Братья, сестры мои, в мгновение ока Он был прославлен и наступил обомщение Господне. Благодарю Бога, что Он тогда не наступил, ибо нас бы здесь тогда не было бы. Не пришло еще Его время, но рассверепел сатана, возбудил сердца людей. Как так? Дух Господень на тебе. Ты будешь забирать моих людей. Надо Его погубить. И они поволокли Его, чтобы сбросить со скалы, с горы. Знаете, куда эта гора устремлена, на что она смотрит? На долину Израильскую. Может быть, нам это особо мало что говорит, но долина Мегидо. Это уже звучит по-другому. Это Армагеддон. Наполеон, который разгромил Османскую империю в конце 18 века, сказал, это идеальное место на земле, которое когда-либо видел для сражения армии. И именно там Агнец Божий сразится с войсками Антихриста. Дьявол просто поспешил. Иисус придет туда, но его не будет туда никто скидывать. Он сам придет, чтобы победить войско тьмы и даровать людям свободу от оков Антихриста. И мы читаем с вами в Священном Писании, мы верим в это, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Аминь. И именно воскреснув из мертвых, Он стал первым человеком, который испытал на себе полное восстановление в Боге. Полноту восстановления. И поэтому назван первенцем из мертвых, который был восстановлен. И это образ того, что мы испытаем в будущем. И Господь даст нам новые прославленные тела. Не эти хижины, не эти кущи, это храмина, этот шатер временный, который подвержен тлению, болезням, боли и так далее. Это будут прославленные тела. И вот смотрите, братья и сестры, почему еще одно есть место Священного Писания о празднике кущи. Это 14 глава. Давайте мы прочитаем книгу пророка Захарии, 14 глава. Прочинаем 16 по 19 стих. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущи. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущи. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник кущи. Это тысячелетнее царство. Я не читаю здесь про Пасху, Рождество или Троицу, но мы читаем здесь по празднику кущи. Тогда возникает вопрос. Если настолько серьезные намерения Господа по этому празднику в тот период, Господь говорит, если какой-то народ не придет, даже самый малый, у них не будет дождя. Что такое не будет дождя? Это голод. Да? То сейчас мы, верующие, как мы к этому должны относиться? Надо задуматься. И пусть каждый из нас в своем сердце даст себе ответ на этот вопрос. А мое отношение? А мое понимание? Того нас, что так важно будет для Иисуса Христа в тысячелетнем царстве? Знаете, Господь говорит, что Он ожидает от нас послушания. Послушание тотчас, от всего сердца, всецело и постоянно. Это важно. Потому что делая что-либо, мы, люди, как правило, всегда поступаем в соответствии с чем? Своим свободным выбором. Мы свободные люди во Христе. Слава Богу! Мы пришли сюда, потому что это соответствует внутреннему нашему желанию. Мы хотим этого. Потому что делая что-либо, да, человек поступает со своим свободным выбором. Почему он делает то или иное? Потому что первое, это доставляет ему радость, удовлетворение, удовольствие, да? Второе, это соответствует его желанию. И третье, это соответствует его пониманию смысла жизни. То есть, как он может объяснить свою жизнь? Как он ее понимает? Вот в чем он находит смысл? Этому он всегда будет следовать. И пока грешник не обретет новый смысл, не осознает, что важно, он не придет к Иисусу. Но когда это коснется его сердца слова, и он увидит любовь Божию, и он приходит к Иисусу. Поэтому для нас есть смысл служить Иисусу. Это соответствует нашим внутренним желаниям. И мы следуем этому. Да? Вот. И зная, к чему, склоняется сердце человека, вы можете без ошибки определить его сущность. Кто он внутри? Так говорит Слово Божье, да? И как итог отношения между нашим Господом, между нами, они будут определяться, исходя из того, насколько вообще человек соответствует тому, что хочет от него Бог. Бог. Вот насколько я и мы все соответствуем тому, что хочет Бог. Вот из этого будут определяться наши отношения с Ним. К чему будет склоняться твое и мое сердце? Какова будет моя сущность? Потому что, да, мы приобрели смертность в результате греха Адама и Евы, но Господь дал нам жизнь. Он вложил в нас дух жизни, дух святой пришел и над нами смерть вторая уже не имеет власти. Слава Богу! Мы искуплены, на нас помазание Божье, на нас благодать Божья, это действие силы Божьей, это великое благословение. Говоря вообще о праздниках, знаете, праздниками мы не спасаемся, это правда. Мы спасаемся по вере в искупительную жертву Иисуса Христа и через очищение наших грехов в крови Его. Он пришел, чтобы спасти своих людей от грехов их. Но почему важны праздники, почему Бог исполняйте это в роды и роды ваши, это есть вам повеление вечное. Потому что в праздниках раскрываются пророческие глубины, какой-то тайный, скрытый Божий смысл, пророческие изречения. И когда ты начинаешь вникать, копать глубже и глубже в Божий святой текст, этот текст начинает касаться твоего сердца, твоего разума, приходит присутствие Божье, уходит сомнение, уходит страх, и человек начинает меняться, человек начинает преображаться. от Божьего присутствия, от Божьего слова, его сердце становится горячим. И он хочет говорить о Господе. И он хочет петь о Господе. И он хочет поклоняться Господу. И этому человеку не надо говорить, сделай, пожалуйста. Он скажет, вот я Господи, что повелишь мне делать? Чем я могу послужить в церкви? это сердце горячего человека, который горит для Господа, который любит Господа, и который признает власть его в своей жизни. Поэтому мы тоже совершаем исход, мы тоже идем, мы тоже вот в этих временных хижинах. Но настанет время, когда все изменится, когда мы однажды услышим голос трубы Вестника Божьего и узнаем, вот оно, наступил день спасения. Господь грядет, слава Богу. Еще немного времени пройдет Церковь Божья, и мы будем дома. Мы будем в небесном Ханаане, прославленных телах. Нужно потерпеть, немного потерпеть. Мы видим по всем признакам близко пришествие Иисуса Христа. И мы ожидаем Его. Все, что по силам нашим, мы делаем. И Он будет оценивать то, что мы делаем. И как бы хотелось, чтобы мы могли избежать тех ошибок, которые были в жизни израильского народа, когда они выходили. Чтобы мы не играли с Богом. Упаси нас Господь, бросать вызов Ему. Он примет вызов. Но что будет с нами? И я молюсь о милости Божьей, о великой милости Божьей, чтобы Бог благословил Свой народ и сохранил нас в этой враждебной среде. Чтобы не было тяжбы в сердце, чтобы не шли на компромиссы, чтобы не торговались, но чтобы были тверды и непоколебимы. И наступит время, когда мы вместе будем совершать праздник кущий, когда будем ходить в Иерусалим на поклонение Господу, и Бог покажет силу и власть свою. Поэтому стойте в вере, ободряйте друг друга, любите друг друга и молитесь друг за друга. Аминь. Слава Богу. Я хотел бы вместе с вами помолиться, церковь, давайте мы вставши, мы помолимся Господу. Может быть на этом месте кто-то из присутствующих, он никогда не молился Богу, он никогда не призывал имя Иисуса Христа, дорогие мои, не уходите, у вас будет хорошая возможность сделать сегодня это. Может быть ты всю эту неделю ждал этого воскресного дня, как манны небесной, чтобы за тебя помолились, чтобы ты мог духовно укрепиться, ты сможешь это сделать. Выходи наперед, Божьи служители помолятся за тебя, Иисус любит тебя, и Он протягивает свои руки к тебе, Дух Святой хочет утешить тебя, обнять тебя, благословить тебя, поэтому будем молиться, дорогая церковь, во имя Иисуса. Аминь. Халилюя, Господь, Халилюя, Халилюя, Господь, Халилюя, Ава, Лучше, слава, слава тебе, Господь, благодарение тебе, всемогущий Бог. Мы приходим сегодня в присутствие Твое, к Тебе, Богу, милостиву, ты Бог, человеколюбивый, ты Бог, прощающий, ты вчера, сегодня и во веки тот же, велика любовь Твоя, и ты простираешь сегодня руки, руки милости, полные сострадания, любви к детям своим. Отец, во имя Иисуса Христа, призри на нас, Господи, и благослови нас на этом месте, тем благословением, которое у тебя есть для нас, для каждого из нас, Господь. Я верю в Тебе, что каждый, кто пришел сюда, ты желаешь наполнить его, ты желаешь, чтобы сердце горело для Тебя, и ты благослови, Господь, дай Твое утешение, исцели израненные сердца. Может быть, кто-то обижен, может быть, кто-то долгое время не получает ответ на молитву, у кого-то дрожат колени, опускаются руки, Господь, дай силы и подкрепи. Боже, я молю Тебя, благослови, мы просим Тебя об этом. Дух Святой, то, что Ты начал, среди народа Твоего, Ты продолжи, Ты наполни Своей силой, благослови Твоих левитов, Отец, благослови все собрание народа Твоего, и Твое помазание, и Дух Твой Святой, пусть Он действует на этом месте. В наших немощах, Господь, прославься, Отец, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Аминь.